Здравствуйте мои дорогие подписчики и гости канала с вами Женя. Вы на канале Счастье в нас самих, где как всегда ответы на практически любые вопросы, инструменты для улучшения всех сфер жизни, а также практики настроя ритуала и медитации для исполнения желаний и достижения целей. Ну и как и в каждом видео я буду повторять это постоянно. По крайней мере для того, чтобы это вошло в ваше подсознание. Знаете, как говорят повторения мать учения, что по большому счету ваша жизнь это продукт ваших мыслей, ваших эмоций и ваших действий. То на чем вы концентрируетесь, то и происходит. Поэтому старайтесь контролировать ваши мысли. Ведь даже проходя практики, ритуалы, настрои, вы это делаете до 15 минут, 20 минут, это по-моему самое длинное. Нет, в основном у меня практики до 5 минут. Но 5 минут давайте так, вы концентрируетесь на моем голосе или концентрируетесь на видео медитации. И вот эти 5 минут можно сказать, что у вас правильная энергетика. Что происходит все остальное время? Ведь есть же еще 23 часа и 55 минут суток. Ну, отнимем 8 часов для сна. Ну, еще 15 часов 55 минут. Видите, математику. Я включила математику. Подумайте, о чем вы думаете вот остальное время. И тогда вы поймете, почему вот то, что с вами происходит, происходит. Как хорошее, так и плохое. Ведь Вселенная все равно, что вам дать. Она дает все, о чем вы попросите. И все, на чем вы сконцентрируетесь. Подумайте об этом. Ну, что, давайте мы посмотрим, получится ли задуманное. Я уже делала видео на эту тему. Ну, я всегда повторяю видео, которые становятся актуальными именно тогда, когда вы их смотрите. Поэтому давайте же сегодня посмотрим. Вот вы подумаете о том, чего вы хотите, а я посмотрю. Подумайте о чем-то одном. Каждый раз, когда выходит это видео, можно же менять ваши задумки. Мы же. Вы знаете, сколько мыслей в день? Тысячи мыслей в день проходят через наш ум, наш мозг. Вот как-то так. Ну, давайте. Сосредоточьтесь на том, что вас волнует, на том, что вы хотите получить. Получится ли задуманное. Ну, если да, то объяснение, если нет, то тоже объяснение. Сделаю я сегодня три позиции. Так будет интересней, мне кажется. И вы можете выбирать одну, две. Не забудьте сделать себе комплимент, похвалить себя. И, конечно же, конечно же, обязательно улыбнуться. И мы сейчас посмотрим, получится ли у вас, ваше задуманное. Это может быть что-то глобальное, а также это может быть что-то повседневное. Выбор-то все равно ваш. Ну что, поехали. Первая позиция. Получится ли задуманное. Да, обязательно получится, если вы откроетесь этому задуманному. Если вы подойдете к этому задуманному с креативной точки зрения. Это начало. Это прекрасное начало. Любые начинания получатся у вас. Просто подойдите к этому творчески. Ко всему надо подходить творчески. К любой работе, к любым делам, даже к уборке можно подходить творчески. Знаю точно, клининг-бизнес у меня был. Поэтому, да, получится при вашем вдохновении. Именно вот то, о чем вы подумали, то, что вы задумали. Какие чувства оно у вас вызывает. Подумайте об этом. А получиться может быстро, легко, даже, вы знаете, вот такое ощущение, как вы наивный подход выберете, и все получится. Вторая позиция. Получится ли задуманное только при ваших действиях, при вашем участии. И, конечно же, сможете вы попросить помощи. Тут я вижу мужчину. Мужчину старше 45. Мужчина яркий. Мужчина резкий немножко. Вот эта рисковатость вас пугает в этом мужчине. Это не обязательно для отношений. Это может быть для любой сферы жизни. Но в то же время, я хочу сказать, с этим мужчиной легко, по той простой причине, что он всегда говорит то, что думает. Он умен. И совет этого мужчины может помочь вам реализовать то, о чем вы подумали сейчас. Но тут еще так, как это жезлы, ваши действия. Обязательно надо действовать. Вы не можете получить задуманное, задуманное вот в данной ситуации, просто мечтая, только что-то делая. А вот что делать, вы можете решить сами, плюс вот вам помощь. Ну и третья позиция. Получится ли задуманное вами? Смотрим. Да, получится. Да, получится. Да, ваши действия, да, ваши движения, да, помощь родных и близких, кстати, здесь присутствует для того, чтобы задуманное получилось. Для тех, кто загадал свадьбу, свадьба будет. И для тех, смотрите, свадьба это уже большое мероприятие. Тут это можно трактовать, если кто-то из девочек загадал улучшение отношений. Да, будет. Кстати, вот тут, так как это четверка, четверка жезлов, это парная карта, и говорит она о том, что над отношениями надо работать паре вдвоем. Что вы одна или вы один, вам будет очень тяжело изменить отношения. Тут нужен диалог, тут нужно приходить в компромисс, и тут нужно осознание, чего же вы хотите от отношений. Это я увидела ярко. Ну и для всех остальных, да, получится, помощь будет, и вы можете осуществить то, о чем вы подумали. Я хочу сказать, что для всех трех позиций все получится. Ваша вера и уверенность еще этому поможет.